Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для аниме Souls Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Далее заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита. И скачиваем любой понравившийся чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. И есть 4 скрипта. Сегодня в ролике буду показывать первую подсчету. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, заходим в настройки и ставим любой DLL, который вам понравится. Но сразу скажу то, что возможно на VR Devs этот скрипт, скорее всего, работать не будет, потому что он меньше скриптов поддерживает, чем Kronell. Вот. Ну, я использую всегда Kronell, но помню то, что он с ключ-системой. И чтобы его использовать, сначала нужно получить ключ. Получать его нужно раз в день. Я уже сегодня получал, у меня просить его не будет. Далее возвращаемся обратно. Нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Также смотрите, если Inject с первого раза не проходит, нажимаем еще раз. И ждем, пока появится окошко. Вот, как видите, оно появилось. Отлично. Дальше нажимаем кнопочку Exclude. И вот появляется скрипт. В принципе, довольно простенький, удобненький. Все по порядку здесь, все функции. Значит, здесь выбираем вид фарма. То есть, либо TP, либо Twin, либо Moving. Ну, я обычно всегда Moving использую. Его ставим. Дальше выбираем моба. Допустим, крокодил поставим. Потом включаем функцию AutoFarmMob. Вот, мы бежим автоматически к этому мобу. И включаем функцию AutoClick. И, как видите, мы автоматически начинаем его дамажить. И тем самым его убиваем. Дальше, как мы убили, сразу переключаемся на другого. То есть, в принципе, довольно крутая функция, полезная. Можно выключить ее. Сейчас мы этого добиваем. Как видите, фарм остановился. Но клики до сих пор идут. Также есть другой AutoFarm. Давайте его включим. Посмотрим, как он работает. Ну, работает, по-моему, точно так же, как обычный. Может быть, есть какая-то разница. Но я особо не замечаю. Ладно. Значит, выключаем. Автоклики тоже выключаем. Есть функция AutoQuest. Включаем ее. И мне пишет то, что нужно убить. Короче, нужно больше убийств, как я понимаю. Да. Скорее всего, у меня уже квест взят. Где его можно посмотреть? Что-то не могу найти. Короче, не знаю, где он находится. Ну, ладно. В принципе, я думаю, кто играет, вы сможете легко найти квестового персонажа и посмотреть, какой квест вы выполняете. Получается, когда вы квест выполните, он автоматически вам засчитает его, если у вас включена функция AutoQuest. Так, идем дальше. Автооткрытие яиц. Я не знаю, где они точно находятся. Вот это вот, конечно, вопрос. Сколько стоят, я тоже не знаю. Ну, давайте попробуем выбрать. Вот самое первое. И включаем функцию AutoBuyEgg. Так, меня куда-то тпхнуло. А, получается, это вот это яйцо у нас. Да, это яйцо. Так, сколько оно стоит? 150 привидений. Чуть-чуть не хватает. Давайте, в принципе, быстренько заработаем тогда. Эти привидения. Сейчас у меня урон уже больше стал. И тем самым мы быстрее, естественно, убиваем мобов. Сейчас буквально вот пару секунд и проверим автооткрытие яйца, получается. Также здесь есть функция AutoIQ Best питомцев. Вот. Ну, в принципе, вы это можете через саму игру сделать, либо через скрипт, как вам удобнее так можете и делать. Так, все накопил. Это выключаем все. Как у нас это яйцо называется? Да, оно у меня выбрано. Отлично. То есть, допустим, мы отходим от него и включаем функцию AutoBuy Egg. У меня тпхнет на яйцо, и оно автоматически открывается, как видите. Все четко. Значит, эта функция работает. Только почему-то я застрял. А как выйти? А выйти я не могу уже. Значит, арест нельзя сделать. Тогда, короче, смотрите, чтобы из-под текстур выйти, убираем тп и автофарм включаем. Все, и мы выходим из-под текстур. И получается, последняя функция – это скорость и бесконечный прыжок. Ну, в принципе, самые стандартные. Вот. Ну, в принципе, буду на этом заканчивать. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Лейзбан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok